всем привет начнем гайды так очередная попытка записать гайды надеюсь в этот раз успешная без сценария попробую без каких-либо в общем просто взяли сели и вперед гайды по поводу си плюс плюс контексте анрела начнем самого начала как создать классы начнем как создать там какие-нибудь поля какие-нибудь методы ну и дальше пойдем мы пойдем развивать всякие фишечки покажу всякие штучки покажу и так далее и тому подобие в общем давайте приступим как скачать анриал как сделать сам проект как си плюс плюс его выбрать они блюпринты ну тут я показывать не буду это полно уже всего есть есть там всего лишь то две кнопочки условно нажать выбрать галочки и так далее и тому подобие в общем у нас создается такой проект вот он есть и мы начинаем с ним играться для начала первой фишечки это то что бабочки бабочки красить надо иначе потом фикник разберешься когда их станет очень много их станет очень много и чем больше проекте больше папчик вот давайте вот так вот мы создаем папочку вот так мы назовем давайте тест тест актер какие-нибудь тест актер мы создали и с помощью set color new color давайте его как-нибудь покрасим тест актера хочу такой цвет все замечательным теперь он есть в списке можно быстро выбирать допустим папочку мы стали хорошо но надо ее чем-то заполнить чем-то заполнить нам нужно создать наш класс для начала я хочу создать актером но я хочу им управлять из плюсов я не хочу его создавать просто здесь и наследоваться от актера я хочу от наследоваться от своего класса своего плюсового класса для этого мы берем tools tools new cpp класс выбирая ну можно и здесь выбрать актера можно найти и здесь его из списка ну вот он в принципе нажимаем next и нам нужно выбрать ну здесь мы клацаем public private что он создаст нам две вавочки этих и называем наш тест актер тест актер ну либо ваше название какое вам удобно вам подойдет также можно здесь сделать папочку то есть либо выбрать на то что у нас списка есть либо же здесь просто прописать тест тест актор актерс и будет много это ст актер какой-нибудь один там два неважно в общем тест актер вот папочка создалась весьма переклацали все есть крит класс крит класс он начнет создавать классном то есть такой процесс учения и быстрый мы ждем мы ждем короче вот мы подождали у нас появляется вот этот life cutting то есть он сейчас делает и применяет изменения то есть внедряет этот класс в редактор но у нас это не особо интересует вообще это можно отключить нам все равно нужно перезапускать вот life coding закончился моего открываем здесь закрываем и закрываем наш редактор вот мы оказываемся в визуалке ну если у вас визуалка не суть важно в общем делаем релот all то есть он нам теперь визуалку обновляет и вот наш класс есть класс такой вот но по установлению визуалки тоже как она здесь этот я не очень хочу рассказывать все это есть все это найдете и так далее и тому подобие у нас здесь бардак она здесь бардак давайте вы почистим правильно броня нас ты не устраивает нас это не устраивает нас это не устраивает нас не устраивает то что паблик у нас находится то что у нас вообще здесь несколько пабликов нас не устраивает если тик у нас в паблике так пусть будет в паблике а таким вот образом и почистили также есть какая штучка как лосочки это очень важная вещь без нее ни один год работать не будет меня по моему 111 идет 111 или нет а ну-ка давайте посмотрим до 111 помню смотри так полосочки сделали полосочки это наших разграничителем теперь идем в плюсовый файл тест-тактором тест-тактор и чем не разделено на два экрана как было несложно заметить и устанавливаем это все это все наводим марафет так сказать так нет вернись назад вот что мы здесь видим мы видим здесь некоторые вещи у нас есть паблик давайте начнем с public protected есть еще и правит правит не вдаемся в подробности все по минимуму все что под пабликом находится это означает что все ко всему этому через этот класс имеют доступа все остальные то есть мы можем обратиться к этому тест-тактору извне и достать все что находится вот здесь вот в под пабликом protected к этому могут обратиться только сам класс может обратиться и его child то есть все кто наследуется от него соответственно если мы от наследуемся от нашего тест-актора и создадим здесь что-то то мы сможем обратиться к этим полям тоже всем полям методом и так далее а правит только наш класс может иметь доступ к правиту вот как бы вот такая вот градация идет public все протекты только сам класс и его наследники и private только сам класс такая вот вещь есть нас класс создался теперь нам надо чем-то его наделите то есть чтобы он что-то мог делать потому что если сейчас мы зайдем в сам проект кстати да f7 визуалка я не знаю как там у остальных в общем а всем моих build делаем то есть он собирать всю эту историю ждем вот у нас секс с там идет еще раз можно и всеми точного вот у нас секс с все хорошо нажимаем f5 и ждем запуска вот наш редактор запустился и теперь а мы можем взять и создать от наследоваться от него blueprint класс и ищем наш тест тест с актор воду наш тест актор мы от него можем от наследоваться и пи 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 тест актор здорово правда правда открываем он у меня здесь молодец он пустой в нем ничего нет ну все что есть в акторе то есть все здесь есть но нам надо что-то свое принести туда давайте начнем с простого с переменных полей ну в общем поля это мы хотим чтобы в паблике что-то было и чтобы в редакторе это появилось чтобы мы могли это что-то считать для этого у нас есть такой макрос по поводу макросов потом если очень вкратце это такая штучка которая позволяет вставить заранее записанный кусок кода то есть и класс это макрос project теперь это макрос и generated body это макрос то есть мы где-то там записали какой-то код кусок кода и чтобы этот кусок кода большую словно какой-нибудь не повторять постоянно делать control c control в мы прописываем этот макрос и вот он делается можно он также может принять параметры и что-то делать из этого вот сейчас как раз такие параметрах и будет есть такой макрос и property и property он обязательно нужен для всех полей то есть чтобы редактор их пометил и такая штучка как сборщик мусора его не трогал об этом чуть похоже так вот есть у property и допустим мы хотим создать какой-нибудь булевое значение то есть это которая примет true false и bull bull тест тест 1 я с названиями не очень сейчас хочу заморачиваться в общем у нас тест 1 есть и property но но если мы так сделаем его редактор не будет видеть нам нужно некоторые параметры туда передать если мы хотим чтобы его было только видно но мы не могли его в редакторе исправлять но мы могли видеть его есть visible visible него есть visible defaults only и visible instance only anyway это означает везде то что будет его видно этот параметр а defaults означает что только когда мы открываем сам класс и там есть вот это справа где его параметры только там будет видно а instance означает что будет видно на сцене то есть когда мы достаем его и кладем на сцену то и нажимаем на него вот там будет видно еще дополнительно вот если ничего не путаю конечно может быть всем в общем а мы хотим чтобы его не просто видно было мы хотим чтобы его можно было исправлять то есть менять само значение для этого есть edit edit any в одну все в принципе тоже самое но почти в основном будете либо эти то него и либо эти defaults использовать остальную в общем разберитесь потом для начала просто edit any мы мы правим его везде дальше нас интересует можем ли мы с помощью блюпринтов на него влиять есть blueprint такая вещь как read он ли или read write нас пока что интересует вот этих 22 товарища read only говорит о том что его blueprint сможет считать но установить ему значение он не сможет read write говорит о том что blueprint сможет с ним что-то сделать но есть категория категория это чтобы он там просто отображался под какой-то категории давайте он будет тест тест актер вот такая вот категория наша мы создали вот этот был нажимаем control d у нас дублируется эта строка то есть таким добром control d нам она дублировали их control z возврат обратно делаем давайте тест вам тест 2 это будет int int 32 int 32 это числовые значения 1 2 3 4 5 10 100 500 600 вот такие вот штучки мы его создали и давайте для еще флот создадим флот это у нас тест 3 это , 1 . 25 1 . 33 10 . 75 10 . 3 3 3 3 3 3 3 3 и так далее вот пока что этого достаточно мы создали вот эти три в этих control shift с сохранить все control с сохранить только этот файл нажимаем f7 ждем нажимаем f5 да эти значения можно было бы применить через live coding то есть сейчас я зайду зайдет она но зайдет в сам редактор и там можно было не перезапускать его но это да это работает хорошо работает когда проект очень маленький там ничего нету но когда проект разрастается live coding его может сломать может что-то отвалиться потом может что-то не применится и так далее тому подобие поэтому я всегда уже перезапускаю лайф кодингом редко пользуюсь когда очень какие-то маленькие изменения из разряда плюс на минус поменять какие-то там плюсовались они добавить другие там еще чего-нибудь такие мелочи какие-нибудь вот теперь мы открываем наш нашего актера и мы видим у нас появилась категория тест актер вот наша булевая тест 1 вот наши числовые значения 2 2 2 2 2 2 и вот у нас запятой наш флот 3 3 1 1 . 33 тем вот сохранить и есть у нас доступ соответственно мы можем получать из блюпринтов нет тест где тест 1 тест 2 тест 3 вот они все наши и так же сам у нас идет и сет сет тест 1 тест 2 тест 3 это за счет того что вот сетры нам доступно и за счет того что мы сделали blueprint read write если сделать treat он ли давайте сделаем вот так вот через alt зажимаем alt и выделяем то что нам надо вот таким образом можем вместе выделить пачку и сейчас заодно подскажу лайф кодинг то есть вот treat он ли здесь у нас есть с это это тест сет тест есть теперь мы делаем лайф кодинг control alt f11 запускается лав кодинг у меня здесь запустился неважно мне он запустился на другом экране у меня чем он готов но он сам не закрывает все он готов и мы видим здесь у нас ничего не поменялось но если мы сделаем сет тест сет тест мы их здесь больше не видим он здесь закрыт visible то же самое то есть он либо уберет отсюда во его если мы поставим инстанционные то есть он будет виден только если мы вот сюда вот его забрасываем и вот здесь там будет виднятся у нас таким вот образом а здесь не будет виднятся ну и наоборот ну и наоборот вот есть еще и остальные всякие разные поля то есть мы можем сделать и нибудь of name и в тексты свои структуры создавать свои классы создавать указатели и прочая всякая фигня массивы тимапы тому так далее и тому подобие но это уже дальше дали больше на практике далее рассмотрим как создавать как чуть создавать в самом классе какие-нибудь боксы создать какие-нибудь static мыши и тому подобие что ж она сегодня все всем спасибо кто смотрел всем спасибо кто слушал на дискорд ссылка в описании и всем пока